Крайне мере на время, да, я должен сказать, и буквально опять-таки хотел бы немножко остановиться на предыдущих событиях, в частности, отставке министра экономики, и немножко дать такой очень краткий экскурс, что касается общественного мнения на Западе, как человек, сидящий за океаном и держащий палец на пульсе общественного мнения. И должен сказать, что сигналы тревоги поступают и становятся все более громкими. В частности, Вашингтон-Пост очень жестко отреагировал на отставку министра экономики, сославшись на его слова о том, что человек не хочет более оставаться частью этого коррупционного процесса и играть в угоду и работать в угоду отдельных интересов, отдельно взятых личностей. Также, допустим, я хотел бы процитировать слова и действия, возможные действия Кристин Лагард, которая является главой Международного финансового валютного фонда, извините, которая... Ее, кстати, сегодня переизбрали на новую сферу. Да, совершенно верно. И Вы знаете, под угрозой, как она заявила, стоит очередной транш, необходимый как воздух экономики Украины, транш очередной финансовой помощи страны, а это ни много ни мало 11 миллиардов долларов. Журнал «Экономист», я думаю, он не нуждается в объяснении, что это за журнал и насколько он престижен и влиятельен, предсказывает в ближайшем будущем буквально грядущий экономический коллапс, храх страны, указывая пальцем на так называемых любых друзьев или серых кардиналах украинской политики, в частности, всплывает имя, приходит на ум имя Каноненко, господина Каноненко. И я должен сказать, что западные дипломаты в целом обеспокоены вообще этим ситуацией, которая имела место несколько дней назад, потому что она ставит под угрозу сохранение режима санкций против России. То есть в условиях, когда западные демократии приносят в жертву очень многое для Украины, украинские политики не готовы принести в жертву собственные экономические интересы. Все-таки на Яценюке сошел с, что называется, свет клином, да? Вы знаете, нет, я считаю, что это не свидетельствует, эта позиция не свидетельствует ни в коем разе о поддержке Запада, Яценюка и его компании. Это свидетельствует всего лишь о беспокойности, что в этих условиях, в условиях политической неопределенности, которая последует за отставкой Яценюка сейчас, накануне голосования Европой, в июне о продлении санкций, где должны все 28 стран-участниц проголосовать за продление этих санкций. Голосуют раз в полгода. Раз в полгода можно пользоваться вот этой вот золотой картой и шантажировать свои отставки. То есть, условно говоря, вот проголосуют за продление санкций, а потом можно Яценюка казнить. Вы знаете, но еще неизвестно, кто придет на смену Яценюку. Почему вы так уверены, что придут на смену Яценюку более реформаторско настроенные политические силы? Я ничего не уверен ни в чем. И это является тоже очередной... Я прошу прощения.